Валерий Васильевич, здесь контракт был заключен еще 21 апреля. Соответственно, все сроки, что подрядчик срывает срок, было понятно еще и в начале лета, потому что работы фактически не выполняли. Участок от Полиграфической до Полтавской. Тротуар здесь начали делать еще весной. Но подрядчик заметно отстал от графика. Местные жители долгое время ходили по щебенке, затем пожаловались городским чиновникам. Но отреагировали власти только сейчас. Мы освоили технологию. Заведомо гнать брак тоже не хотелось. Надеялись до последнего. Работа с бетоном, были эксперименты, специфика бетона и работа немного не пошла у нас. Поэтому еще раз повторюсь. То есть вы признаете? Признаем, что да, не справились. Валерий Радаев приехал на место с проверкой. По словам губернатора, сменить подрядчика нужно было сразу же. В этом году город получил ремонт тротуаров в рамках нацпроекта. 600 миллионов рублей. По словам Радаева, чиновники города и представители Минтранса с задачей не справились. Этого больше повторяться не должно. Учитывая, что люди все лето проходили без тротуаров, соответственно, подрядная организация должна наказание однозначно понести. Министерство должно однозначно наказание понести, но и руководство должно выводы сделать. По словам главы Энгельского района, контракт с подрядчиком расторгнут. За то, что строители не сделали, платить не будут. Чиновники объявят новый аукцион. Тротуары и бордюры здесь должны будут сделать до 10 ноября. Сейчас контракт расторгнут в отношении этого объекта. Мы переосметили это все. Экспертизу прошли. 13 октября мы объявляем муниципальный контракт, который стоит 4,7 миллиона рублей на строительно-монтажные работы по этому тротуару. А это улица Ломоносова. Здесь укладывают асфальт. Для местных жителей это главная дорога до микрорайона химиков. Здесь подрядчик идет по графику. Губернатор остался доволен увиденным. Проезжую часть планируют полностью отремонтировать в этом году. Марина Одинцова, Олег Бирюков, Саратов, 24.